Здравствуйте, ребята! Мы с вами продолжаем решать геометрические задачи, с которыми вы встречаетесь на ОГЭ. На сегодняшнем уроке мы рассмотрим с вами задачи, где будут применяться подобные треугольники. Геометрию нужно решать, зная основные факты. Чтобы решить задачи по этой теме, давайте вспомним, что нам понадобится. Прежде всего, это, конечно, определение, что такое подобные треугольники. Это треугольники, в которых углы соответственно и равны, а стороны одного соответственно пропорциональны сторонам другого треугольника. Также хочется обратить ваше внимание, что есть понятие коэффициента подобия. Коэффициент подобия равен отношению сходственных сторон подобных треугольников. Сходственные стороны, или, как мы привыкли с вами говорить, соответственные стороны подобных треугольников, обязательно это стороны, лежащие против равных углов. Хочу вам посоветовать, когда вы решаете задачи по теме «Подобные треугольники», всегда на чертеже отмечать равные углы для того, чтобы мы не ошиблись с вами, когда будем составлять пропорцию и получали верную пропорцию для сторон треугольника. Чтобы доказывать подобие треугольника, мы должны вспомнить с вами вспомогательный материал, а именно признаки подобия треугольника. Всего у нас их существует три. Более распространенный признак, с которым мы чаще с вами встречаемся при решении задач, это первый признак. Еще его называют признак подобия треугольника по двум углам. Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Обратите внимание в значок «Подобие». Второй признак подобия треугольника. Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника, а углы, заключенные между этими сторонами равны, то такие треугольники подобны. Этот признак кратко пишется по двум пропорциональным сторонам и углу между ними. Третий признак подобия треугольника. Если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники подобны. При решении задач мы часто обращаем внимание именно на свойства подобных треугольников. Давайте вспомним некоторые свойства. Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициенту подобия. А вот отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия. Хочется вам напомнить, что коэффициент подобия — это есть отношение соответствующих сторон подобных треугольников. Вашему вниманию я предлагаю обратить внимание на те примеры, которые очень часто встречаются при теме подобные треугольники. А именно, если прямая параллельно некоторой стороне треугольника отсекает от него треугольник, то эти два треугольника будут подобны. Давайте обратим внимание на доказательства. Так ли это? У нас есть некоторая прямая ДЕ, которая параллельна стороне АС треугольника АВС. Мы видим с вами два треугольника. Треугольник ДБЕ и треугольник АВС. У них угол В общий. Угол Д равен углу А. Как соответственные углы при параллельных прямых ДЕ и АС и секущей АВ. Значит, действительно, треугольник ДБЕ и треугольник АВС будут подобны по первому признаку подобия треугольника, то есть по двум углам. Рассмотрим следующий пример. Треугольник, образованными отрезками диагоналями основания трапеции, подобный. Давайте докажем, что это так. Нам дана трапеция АВСД. Мы знаем, что основания ВС и АД трапеции параллельны. Нам даны диагонали АС и ВД, которые пересекаются в точке О. Нам нужно доказать, что треугольник АОД и треугольник СОВ подобны. У этих треугольников мы замечаем, что угол АОД равен углу ВОС как вертикальный, а угол ВСО равен углу ОАД как внутренний накрест, лежащий при параллельных прямых ВС и АД и секущей АС. Значит, треугольник АОД и треугольник СОВ являются подобными по первому признаку подобия, то есть по двум углам. Мы с вами вспомнили основные геометрические факты по теме подобия треугольника. Давайте посмотрим на решение задач. Сначала начнем решать задания из первой части под номером либо 16, либо 17, которые не являются развернутым ответом, достаточно только получить правильный ответ. Первая задача. На каком расстоянии в метрах от фонаря стоит человек ростом 1,8 метра, если длина его тени равна 9 метров, а высота фонаря 4 метра? Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. С точки зрения геометрии мы здесь с вами увидим две фигуры. Один треугольничек, второй треугольничек. Значит, это геометрическая задача, и мы увидим с вами, что эти два треугольника будут подобны. Почему они будут подобны? По первому признаку. Где здесь первый признак работает? Угол у этих двух треугольников общий один, а два других угла являются прямыми. Значит, эти два треугольника у нас с вами подобны по первому признаку. Чтобы решить эту задачу, составляем правильно пропорцию. 1,8 – это рост нашего человека, так как относится к высоте нашего фонаря. Как? 9 метров относится вот к этому, к этой величине. Но здесь есть неизвестное расстояние, которое нам нужно найти. Мы его обозначим за х. Тогда все расстояние у нас будет х плюс 9. Решая данную пропорцию, используя основное свойство пропорции, а именно вспомним, что произведение крайних членов должно равняться произведению средних членов, мы с вами находим, что х должно равняться 11. Это означает, что расстояние от фонаря, до которого стоит человек, будет равняться 11. Рассмотрим следующую задачу. Короткое плечо шлагбаума имеет длину 1 метр, а длинное плечо 4 метра. Короткое – длинное. На какую высоту в метрах поднимается конец длинного плеча, когда конец короткого опускается на 0,5 метра? И снова посмотрите на рисунок, который вам предлагают. С точки зрения геометрии мы здесь увидим с вами два треугольника, две фигуры. Что мы про них можем сказать? Что, как и в прошлой задаче, мы увидим с вами, что эти два треугольника подобны по первому признаку, то есть по двум углам. Где мы с вами увидим эти два равных угла? Одна пара углов – это прямые, вторая пара является вертикальными углами. Это означает, что раз эти треугольники подобны, то мы можем составить пропорцию для сторон. 0,5 – так относится к неизвестному нашему расстоянию, то есть х, как 1 – это длина короткого плеча, относится к длине длинного плеча, к 4. Решая полученную пропорцию, мы находим, что х равняется 2. Третья задача. Человек ростом 1,6 метра стоит на расстоянии 12 шагов от стены дома, на которой висит фонарь. Тень человека равна 8 шагам. На какой высоте в метрах висит наш фонарь? Снова обращаю ваше внимание на рисунок. Обязательно рассмотрите его с точки зрения геометрии. Мы снова видим с вами два треугольника. Что мы можем сказать о этих треугольниках? У них один угол общий, а следующая пара представляет собой равные прямые углы. Значит, эти два треугольника у нас с вами будут подобны по первому признаку. И составляем правильную пропорцию. 1,6 так относится к неизвестной величине х, как 8 относится к 20. Откуда взяли мы число 20? Хочется обратить ваше внимание, что мы с вами должны брать сторону треугольника. А сторона треугольника соответствующая будет равняться 8 плюс 12, то есть у нас получается значение 20. Решая эту пропорцию, мы с вами находим, что х должно равняться 4. Значит, на высоте 4 метра висит наш фонарь. Мы с вами рассмотрели задания, которые относились к первой части, то есть более простые. Перейдем к заданиям второй части. Прямая, параллельно основанию треугольника, делит его на треугольник и трапецию, площади которых относятся как 4 к 5. Периметр образовавшегося треугольника равен 20 см. Найдите периметр данного треугольника. Выполним построение. Посмотрите внимательно. Есть треугольник АБЦ, есть прямая ДЕ к параллельной стороне АЦ, которая разбила наш треугольник АБЦ на две фигуры, на треугольник и на трапецию. Нам известно, что периметр треугольника ДБЕ равно 20. А отношение площадей треугольника ДБЕ и трапеции АДЕЦ равно как 4 к 5. Нам нужно найти периметр исходного треугольника АБЦ. Рассмотрим решение этой задачи. Что нам понадобится здесь? Так как у нас здесь есть некоторое отношение площадей и нас спрашивают, чему равен периметр, значит, мы с вами должны вспомнить, что отношение периметров подобных треугольников – это есть коэффициент подобия, а отношение площадей подобных треугольников – это есть коэффициент подобия в квадрате. Применяем этот факт при решении задачи. Значит, по условию нам известно, что площадь треугольника ДБЕ так относится к площади трапеции АДЕЦ как 4 к 5. Но тогда с вами треугольник АБЦ, его площадь будет представлять собой площадь треугольника ДБЕ плюс площадь треугольника трапеции. То есть на площадь треугольника АБЦ будет приходиться 9 частей. 4 плюс 5 – 9 частей. Треугольник ДБЕ подобен треугольнику АБЦ по двум углам. Что это за углы? Еще раз обращаю ваше внимание, одну пару мы можем взять угол В как общий. Дальше угол В равен углу А как соответственные углы при параллельных прямых ДЕ и АЦ и секущей АБ. Значит, эти два треугольника у нас подобны по двум углам, то есть по первому признаку. Так как отношение площади треугольника ДБЕ к площади треугольника АБЦ равно 4 девятых, то есть коэффициент подобия в квадрате равен 4 девятых, то мы легко с вами определяем, чему равен на самом деле коэффициент подобия. Это 2 третьих. Но мы с вами знаем, что периметры подобных треугольников относятся как коэффициент подобия. Значит, подставляем значение периметра треугольника ДБЕ 20, так относится периметр треугольника АБЦ, и приравниваем коэффициент подобия. Находим, что периметр треугольника АБЦ равен 30. Эта задача относилась ко второй части, поэтому здесь должен быть развернутый ответ. Обратите ваше внимание, что все шаги вы должны прописать с полным обоснованием. Следующая задача. Задача из класса «Доказательства». Нужно доказать, что треугольник АБК и СДК подобны. Рассмотрим доказательства. Проанализировали чертеж, увидели, что у нас есть некоторая окружность, и есть здесь понятие вписанных углов. То, что мы с вами повторяли на прошлом уроке. Треугольник АБД и треугольник АЦД – это вписанные углы, так как их вершина лежит на окружности. К тому же, они опираются на одну и ту же дугу АД. Это означает, что по свойству угол АБД должен равняться углу АЦД. Но угол АКБ будет равен углу СКД как вертикальный. Тогда, рассматривая треугольник АКБ и треугольник ДЦК, мы видим, что у этих треугольников имеются две пары равных углов. Вертикальные и те, которые мы доказали через свойства вписанных углов. Это означает, что по первому признаку подобия треугольника данные треугольники будут являться подобны. Посмотрите, задача достаточно легко решается, и немного шагов занимает весь ход решения. Хотя задача относится к задаче номер 25 в контрольно-измерительном материале. Следующая задача вашему вниманию. Известно, что около четырехугольника АБЦД можно описать окружность, и что продолжение сторон АД и ВЦ четырехугольника пересекаются в точке К. Нужно доказать, что треугольник КАБ и треугольник КЦД подобны. Рассмотрим с вами решение этой задачи. Доказательства. Точка С лежит между точками В и К, так как мы сторону ВЦ продолжали с вами. Так как около данного четырехугольника можно описать окружность, то мы с вами должны вспомнить условия возможности описать окружность около четырехугольника. А именно, что сумма противолежащих углов у этого четырехугольника должна равняться 180 градусов. По условию задачи около данного четырехугольника АБЦД описали окружность. Это означает, что угол А плюс угол С в сумме должны равняться 180 градусов. Но тогда угол А мы можем найти из этого равенства как 180 градусов минус угол С. Обращаю ваше внимание, что угол ВЦД и угол КЦД являются смешные. Но мы знаем свойства смешных углов, что в сумме они должны равняться 180 градусов. Но тогда угол КЦД мы можем найти как 180 градусов минус угол ВЦД. Это означает, что угол А и угол КЦД по величине получаются равными. Значит, рассматривая наши треугольники КАБ и треугольник КЦД, мы видим, что они будут подобны по двум углам. Что это за углы? Угол К общий и угол А равен углу С по ранее доказанному. Значит, треугольники подобны по первому признаку подобия, то есть по двум углам. Таким образом, ребята, мы сегодня на уроке попытались показать, как применяется тема подобия треугольников при решении различного класса задач. Чтобы решать такие задачи, вы, конечно, хорошо должны ориентироваться в теоретическом материале. Вот эта вот подсказка вам поможет еще раз восстановить в памяти все, что мы повторяли сегодня на уроке. Еще раз хочется вам посоветовать при решении задач на подобие треугольника всегда отмечать равные углы для того, чтобы правильно составить пропорции. Я вам желаю успехов на государственной итоговой аттестации. Спасибо за внимание. Но и, как и раньше вам говорю, чтобы успешно сдать, я вам все-таки рекомендую порешать самостоятельно задание из ОГЭ. Спасибо. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы поговорим о чередующихся гласных в корне слова. Помним, что для того, чтобы определить, какую гласную нужно писать в корне, ну, в первую очередь, вы должны понимать, где же в слове корень. Есть хорошее выражение. Зрите в корень. Так вот, если вы можете находить в слове корень, тогда вы никогда не ошибетесь в той гласной, которую нужно написать. Посмотрите, у нас есть однокоренные и родственные слова. Например, вода, водолаз, подводник, водяной. В этих словах будет корень вод. И эта группа слов будет являться как однокоренными, так и родственными. То есть, семантика, смысл у этих слов будет одинаковый. Все эти слова связаны со словом вода. Сад, садовник, садовый, садовод. Также во всех этих словах будет корень сад. Они будут и однокоренными, и родственными. Но обратите, пожалуйста, внимание на другую группу слов. Гора, горевать, горе. Три слова перед вами. И в каждом из них будет корень гор. Но по смыслу, по семантике, по своим родовым вещам, эти слова не связаны вообще между собой. Гора, безударная гласная в корне, да? Горевать от слова горе. Горел от слова гореть. То есть, мы видим, что по своему смыслу, по своей семантике, эти слова между собой никак не связаны. И мы их родственными не назовем. Также слова вода и водитель. Несмотря на то, что в этих словах корень вод, по смыслу они между собой тоже различны. Шипеть и шиповник. Корень шип. Но совершенно различаются эти слова по смыслу. Поэтому обязательно вы должны различать такие вещи, как однокоренные слова и родственные. Для того, чтобы написать гласную в корне, вы должны понимать, что у нас есть правописание корней, которые зависят от суффикса, правописание корней, которые зависят от ударения, и правописание корней, которые зависят от лексического значения слова. Попробуем разобраться с каждым пунктом. Итак, корни с чередующимися гласными ЕИ. Самые простые корни, которые вы помните еще с пятого класса. Помним. Бер-бир, мер-мир, дер-дир, блест-блист, стел-стил, ня-ним. Обратите, пожалуйста, внимание на последний корень. Ня-ним. Он очень редко встречается, но для него будет такое же правило, как и для корней с чередующимися гласными ЕИ. Соберу – собирать. Замереть – замирать. Посмотрите, правописание гласной в корне у вас бусик будет зависеть от того, какой суффикс стоит после вашего корня. И вы всегда сможете образовать пару. Сдереть – сдирать. Запереть – запирать. Если у вас получилось образовать пару, значит, это чередующиеся гласные ЕИ в корне. Но будьте, пожалуйста, внимательны. То, о чем я говорила раньше. О родовых, родственных словах и об однокоренных словах. Посмотрите. Примерять платье и примерять врагов. Слова звучат одинаково. И мы видим, что в первом слове у вас будет корень мер, потому что образована от слова примерка. Здесь безударное гласное в корне и никакого отношения к чередующейся гласной в корнях, например, мер – мир, это слово не имеет. И примирить врагов. Мы видим, что здесь тоже безударное гласное – мир и никакого отношения к чередующимся гласным это слово также не имеет, потому что слово примирить врагов образовано от слова мир, то есть мирить. Но замирать – замереть у нас получилось образовать пару, поэтому здесь чередующиеся гласные мир – мир, правописание которой зависит от суффикса. Давайте потренируемся. Четвертое лишнее. Попробуем найти четвертое лишнее слово. Подпирает, упирается, пирожок, отпереть. Для того, чтобы определить, какое же четвертое лишнее, вы должны в каждом слове найти корень. Подпирает. Корень – пир. Правописание гласной в этом корне зависит от суффикса – а. Упирается. Тот же самый корень – пир. И правописание зависит от суффикса. Пирожок. Где в этом слове будет корень – пир? Нет. Я думаю, что вы поняли, что в этом слове будет корень – пирож, от слова – пирог. И отпереть. Корень – пер. Правописание гласной зависит также от суффикса. Так какое же у нас четвертое лишнее слово? Конечно же, слово – пирожок. Другая группа. Отдерет, задирается, дирижер, удирает. Мы видим, что у нас есть сочетание трех букв во всех четырех словах. Дер, дир, дер, дер. Но какое же слово будет лишним? Это слово – дирижер. Потому что слово «дирижер» – все слово будет являться корнем. И никакого отношения к чередующимся гласным ЕИ в корнях это слово не имеет. «Застилает», «стелит», «стилевой», «постелить». Попробуйте определить четвертое лишнее слово. Какие вы нашли корни? «Застилает» – корень «стил», суффикс «а». «Стелит» – корень «стел». «Стилевой» – кстати, посмотрите, тоже корень «стил». Но никак правописание гласной в этом корне не зависит от суффикса, потому что слово «стилевой» – это слово с безударной гласной, и мы ее проверим не суффиксом «а», наличием или его отсутствием, а тем, что подберем проверочное слово «стиль». Поэтому четвертое лишнее слово будет «стилевой». Написание чередующейся гласной также зависит от суффикса «а» в корнях «кас», «кос» и «лаг», «ложь». Посмотрите, корень «кас» мы пишем в том случае, когда после корня следует суффикс «а», и пишем корень «кос», когда после корня нет этого суффикса. «Полагать» – корень «лаг», точно так же мы пишем корень «лаг», потому что после корня стоит суффикс «а». «Положить» – мы пишем корень «лож», потому что после корня нет суффикса «а». Итак, запоминаем, что у нас чередующиеся гласные «е» и «и» в корнях «бербир», «мермир», «стилстил». Правописание этих гласных всегда будет зависеть от суффикса «а», стоящего после корня. А также правописание корней «кас», «кос» и «лаг», «лож», чередующиеся гласные «а», «о» в корнях. Написание безударной чередующейся гласные зависит от ударения. Давайте посмотрим на эти корни. Итак, корни «гар», «гор», «зар», «зор». Для себя обязательно вот запомните какие-то ассоциации проведите определенные, чтобы вам было легче ориентироваться. Посмотрите, «гар» или «гор», «себя спрошу», «сомневаюсь», «опишу». А когда вы сомневаетесь? Вы сомневаетесь тогда, когда на эту гласную не падает ударение. Значит, делайте, пожалуйста, вывод, что когда на корень падает ударение, вы всегда поставите букву «а» в корне «гар», «гор». Например, «угарный» на корень упало ударение, значит, мы без сомнения напишем буквочку «а». А вот «горелка», «горелка» на корень не упало ударение. Вы сомневаетесь, какую же гласную нужно там писать? «Гар» или «гор», «себя спрошу», «сомневаюсь», «опишу». Значит, в слове «горелка» я сомневаюсь, какую гласную нужно написать в корне, поэтому напишу гласную «о». А в корнях «зар», «зор» наоборот. Вот запомните, как пишется корень «зар», «гор», «гор», а «зар», «зор», соответственно, наоборот. Под ударением мы будем писать букву «о», а без ударения мы будем писать букву «а». Но, ребята, в русском языке всегда есть исключения. Из правописания корней «зар», «зор» у нас есть «зарянка», «птичка» и «заревать». Обратите, пожалуйста, внимание, что все корни «зар», «зор» будут связаны со словом «заря». То есть они будут как бы родственными такими словами. Понимаете, они все будут соотноситься со словом «заря», «зорька», «заревать», «озарять». То есть они будут как бы одинаковыми по смыслу. И только в этих словах вы найдете корень «зар», «зор». Клан, «клон». Также посмотрите, как и корни «гор», «гор». «Поклонение». Я сомневаюсь, какую гласную я пишу, потому что на корень не падает ударение. Но «кланяться» и «поклон». Посмотрите, под ударением вы всегда напишите ту гласную, которую слышите, потому что она находится в сильной позиции. Она у вас ударная, вы не будете сомневаться в написании этой гласной. Но если вы сомневаетесь, то вы, как и в корнях «гор», «гор», напишите буквочку «о». «Твар», «твор». Посмотрите, тоже без ударения мы пишем букву «о». «Творить», но исключение слова «утварь». Например, «кухонная утварь». Поработаем. «Горячий» пишем. Давайте поставим ударение в этом слове. «Горячий» на корень не падает ударение. Значит, в этом слове мы пишем буквочку «о». В этом корне мы пишем букву «о». А «зарять» на корень упало ударение? Нет. Значит, наоборот, не так, как в корне «гор», «гор». Мы пишем корень «зар». «Творение» на корень также не упало ударение. А у нас корни «твар», «твор», да, будут связаны больше с корнями «гор», «гор». Поэтому мы пишем букву «о». «Загорается» поставим ударение. «Загорается» на корень не падает ударение. Значит, пишем корень «гор». «Зарница» куда падает ударение? На корень «нет». Значит, мы пишем корень «зар». «Загар». Посмотрите, корень «гор». Вы не будете сомневаться в написании этой буквы, потому что на корень падает ударение. «Обгорит». Поставьте. «Обгорит». Упало на корень ударение? Нет. Значит, пишем корень «гор». «Творчество». Все очень просто. Гласное, ударное. И мы никогда не ошибемся в написании. «Зарянка» и «заревать». Наши слова-исключения, которые пишутся с буквочкой «о». Написание очередующейся гласной, которые зависят от стоящей после корня буквы. Таких корней несколько. Это корни «рос», «раст», «ращ». Помним, что правоописание гласной «а», «о» в этих корнях зависит от стоящей после них буквы. Если есть «эсте» или «ща», значит мы пишем букву «а». Если нет «эсте» и «ща», тогда мы пишем буквочку «о». Но, опять-таки, есть исключения. Вы тоже помните эти исключения. Росток, Ростов, Ростовщик, Ростислав и Отрасль. Также корни «плав-плов» очень легко запоминаются. Всегда пишется в корнях «плав-плов» буква «а», исключение «пловец-пловчиха». Мужчина и женщина. Тоже все очень просто. Потренируемся. Слагаемое, сложение, лагерь, приложение. Определяем корни в этих словах. Слагаемое – корень «лаг». Почему корень «лаг»? Потому что после корня стоит суффикс «а». Сложение – корень «ложь». Почему? Потому что после корня нет суффикса «а». Слово «лагерь». Где же корень в слове «лагерь»? Все слово будет корнем. Поэтому здесь правописание гласной никак не зависит от стоящего после корня суффикса. Приложение наш корень ложь, потому что суффикса А нет. Косичка, коснуться, касаться, прикосновение. Может быть, вы сразу найдете четвертое лишнее слово? Я думаю, что да, это слово косичка. Потому что для того, чтобы проверить гласную в слове косичка, вы будете подбирать проверочное слово. Так как здесь безударное гласное. Орфограмма безударная гласная в корне слова. Косы проверочное слово. И никак вы не будете использовать суффикс для того, чтобы проверить гласную. Растение, росток, растерял, выращивать. Посмотрите, какие слова у вас будут являться родственными, похожими друг на друга. Это растение, росток и выращивать. Правописание корней роз, раст и ращ будет зависеть от буквы, которая стоит после корня. А вот слово растерял, где в этом слове будет корень? Будет корень тер. Но, опять-таки, этот корень тер, он никак не связан с правописанием чередующихся гласных е и в корнях. То есть тер-тир, правописание которых зависит от суффикса а. В данном случае это также безударная гласная в корне. И мы ее проверим проверочным словом. То есть потеря. Горелый, горница, горелка, загорел. Все слова гор-гор связаны тоже между собой по смыслу. Посмотрите, горелый, горелка и загорел. Все они будут сочетаться с корнем гор-гор. И только слово горница у нас будет иметь корень гор-ниц. Потому что никак не связано с чередующимися гласными гор-гор. Заря, озарение, зарядка, зорница. Помните, я вам говорила, что корни зар-зор, эти слова, они будут похожи между собой. Где же четвертое лишнее? Это слово зарядка. Написание чередующихся гласных зависит от лексического значения. Это корни мак-мок. Правописание этой гласной будет зависеть от значения. Посмотрите. Промокательная бумага. Та, которая пропускает жидкость, впитывает в себя. Если она впитывает в себя эту жидкость, значит мы пишем букву О в корне. Обмакнуть в чернила. Что мы делаем? Мы пропускаем жидкость или все-таки погружаем, например, перо? Мы погружаем в перо. Если мы погружаем перо в чернила, а мы погружаем, значит обмакиваем его. Поэтому пишем корень мак. Сапоги промокают. Что делают сапоги? Они пропускают через себя жидкость. Раз они пропускают через себя жидкость, впитывают ее, значит мы пишем корень мок. И так далее. То есть для того, чтобы определить, какая гласная пишется в корнях мак-мок, вы должны понимать, в каком значении используется это слово. Также корни равн, ровн. Правописание этих корней зависит от значения. Посмотрите. Если вы используете значение равный, одинаковый, то вы пишете букву А в корне. Если вы используете значение ровный, гладкий, прямой, соответственно вы пишете букву О. Но исключение равнина и равнение. Поработаем. Выравненный асфальт. Асфальт какой? Равный или ровный? Он гладкий, прямой. Значит выравненный асфальт мы будем писать в корне букву О. Равнобедренный треугольник. Треугольник, в котором все стороны равные, равны. Значит мы будем писать корень равный. Равнинный. Прилагательная, образованная от существительного равнина. А так как существительная равнина будет являться словом исключения, значит и образованная от него прилагательная также будет являться словом исключения. Равнозначный. Тот, который равен. Поэтому мы пишем корень равный. Потренируемся, ребята. Растилаться. Посмотрим. Написание зависит от лексического значения. Найдем корень в слове. Корень стил. Стил, стил. Чередующиеся гласные Е и И. Вспоминаем, что правописание чередующихся гласных Е и И зависит от суффикса А. Поэтому никак написание не может зависеть от лексического значения. Приложение. Написание зависит от суффикса. Находим в слове корень. Корень лож. Вспоминаем. Корни лаг лож. Правописание этих корней действительно зависит от суффикса. Смотрим. Корень лож. Нет суффикса А. Поэтому мы пишем в корне О. Прилагать. Написание зависит от ударения. Ну нет же, потому что только что у нас было приложение. Поэтому прилагать не будет зависеть от ударения. Подровнять грядки. Написание зависит от лексического значения. Вспомним, что от лексического значения у нас зависит правописание корней равн, ровн и мак, мог. Подровнять грядки. Значит сделать их ровными. Да, действительно, это слово зависит от лексического написания. Этого слова зависит от лексического значения. Слово косичка. Написание зависит от суффикса. Находим в слове косичка корень. Корень кос. Так, хорошо. Это чередующиеся гласные АО. Давайте попробуем подобрать пару. Не получится у вас подобрать пару. Потому что слово косичка это безударное гласное в корне. И мы никак не сможем проверить наличием суффикса. Загорать. Написание зависит от ударения. Да, правописание корней гар, гор действительно зависит от ударения. Макать перо в чернильницу, то есть погружать. Действительно ли зависит правописание корней мак, мог от ударения? Нет. Помним, что правописание корней мак, мог зависит от лексического значения. Ребята, вы должны уметь находить в словах корни. Обязательно. Без этого вы не сможете правильно написать гласную в слове. Вы должны понимать правописание гласной в этом корне. Вы должны понимать, от чего оно зависит. От ударения, от суффикса, от стоящих букв, например, ст и леща. Или же от лексического значения. А также вы должны выучить, запомнить слова исключения. Я вам желаю удачи. Будьте грамотными. Всего доброго. Здравствуйте, уважаемые выпускники школы. Мы продолжаем уроки геометрии. Сегодня хочу познакомить вас с задачами ЕГЭ номер 3 и номер 6. Среди этих задач есть как очень простые, так и все-таки сложные. Наша цель – повторить как можно больше теоретического материала. Начнем с конкретных задач. Первая задача. Дан правильный N-угольник. Правильный N-угольник, напоминаю, все стороны равны друг другу и все углы равны друг другу. Неизвестно количество сторон. Но известно, что угол при вершине 108 градусов. Надо найти количество сторон этого N-угольника. Как можно поступить в этой задаче? Здесь на помощь приходит теория. Первое. Каждый должен помнить, что сумма всех внутренних углов можно вычислить по формуле 180 умножить на N-2, где N – это количество сторон или количество вершин. Но что в данном случае произойдет? Если мы подставим вместо N сейчас 108 градусов, мы найдем сумму всех углов. После этого, естественно, мы не знаем, на что делить. С другой стороны, количество углов у нас N каждый по 108 градусов. Получили уравнение, которое, решив, несложно найдем, чему равно N. Это первый способ. То есть, если мы знаем формулу, где дети тут допускают ошибки. Вот эта формула хорошо известна, но почему-то она очень редко встречается. Забывают особенно выражение в скобке N-2 или N-3 или N-4 или N-1. Как здесь постараться ее запомнить? Все знают, что сумма углов треугольника 180 градусов. Значит, я могу посчитать по этой же формуле сумму углов треугольника. Раз она уже равна 180, значит, что 80 надо умножить на 1. Как в скобке получить 1? Вместо N подставить 3. 3 беру я откуда? Количество углов треугольника. Вот вы и не запутаетесь, что в скобочке N-2, а не N-3 или N-4. Но я бы никогда не решал эту задачу таким методом. Я бы решил проще. Мы знаем, что сумма всех внешних углов... Сумма внешних углов... 360 градусов. Построим один из внешних углов. Если внутренний 108, то внешний у нас 180 минус 108, 72. Теперь осталось только 360 поделить на 72. Это и будет количество наших вершин или количество сторон данного N-угольника. Следующая задача. Вписан четырехугольник в окружность. Дуги AB относятся к BC, к CD и к DA как к 4, к 2, к 3, к 6. Найти величину угла A. Во-первых, посмотрите внимательно. Угол A вписан. Угол A стягивает... Или опирается на дугу BCD. Если мы найдем дугу BCD, значит, мы найдем и вписанный угол A, который будет равен половине дуги. Как поступить в этом случае? Если мы рассмотрим весь центральный угол, который соответствует 360 градусам, то и дуга окружности также будет соответствовать этим 360 градусам. Введем коэффициент пропорциональности 4х плюс 2х плюс 3х плюс 6х равно 360. Приведя подобное, мы знаем, что это совсем не сложно. Сейчас мы занимаемся геометрией. Мы найдем элементарное значение х, это коэффициент подобия. После этого найдем величину дуги BC, это будет у нас 2х, и CD, это 3х. То есть дуга BD 5х. Умножив это все на 5 и не забыв поделить на 2, мы найдем величину угла A. Напоминаю, что вписанный угол измеряется половиной стягиваемой дуги. Третья задача. В окружность вписан четырехугольник. Два из его углов 82 и 58 градусов. Найти больше из оставшихся углов. Порассуждаем следующим образом. Надо знать хорошо свойства вписанного четырехугольника, свойства углов. Если четырехугольник вписан в окружность, значит сумма противолежащих углов 180 градусов. Это забывать нельзя. Поэтому, если мы сложим 82 и 58, мы не получаем 180. Значит, это не могут быть противолежащие углы. Значит, это углы соседние, то есть прилежащие к какой-то одной стороне. Пусть один из углов будет 82, а второй угол будет 58 градусов. Теперь, используя свойства то, что сумма противолежащих углов 180, мы легко найдем как противолежащий одному из углов, так и противолежащий другому из углов. После чего выберем больший из оставшихся углов. Как видим, здесь только знание вот этой теоремы, очень важной, вам понадобится. Четвертая задача. Разность между центральным и вписанными углами, опирающимися на одну и ту же дугу, вот эта дуга, равен 28 градусов. Найти вопросы могут меняться. Найти, например, или центральный, или вписанный. Хорошо, разность между ними 28. Но еще также существует связь, которую вы хорошо помните, что вписанный угол равен половине центрального. То есть получаем, что альфа равен 2 бета. Объединив это все в элементарную систему уравнений, мы решаем ее способом постановки и находим и альфа, и бета. То есть мы готовы ответить на любой вопрос задачи. Следующая задача номер 5. Как мы видим, это задачи такие несложные, но в каждой есть какая-то своя теоретическая подоплека. Есть окружность, есть касательная в точке А. Есть прямая ЦБ, которая проходит через центр окружности, скажем так, секущая. И величина угла АЦБ по условию должна быть нами найдена, а в условии сказано, что величина дуги АВ 17 градусов. Анализируем чертеж. Дуга АВ 17 градусов, значит, вот этот угол у нас центральный по определению, и он измеряется градусной мерой этой дуги. Поэтому этот угол 17. Что дальше, на что обращаем внимание? Раз касательная к окружности, значит, радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательно. Следующее свойство я заметил. Без него мы не сможем решить эту задачу. Значит, здесь 90 градусов. Ну и в итоге в прямоугольном треугольнике, правильно отмечу, трилюгия. Сумма острых углов 90 градусов. Зная угол 17 градусов, мы легко находим угол С. Шестая задача. Дана окружность и две касательные, пересекающиеся в точке С. Величина дуги АВ отмечена на чертеже 64 градуса. Найти угол АЦБ или АВЦ, то есть любой из углов треугольника АВЦ. Значит, попробуем сначала с угла АЦБ. Чертеж, как говорится, имеет только лишь скелетную основу, а пытаемся восстановить все его связи. Конечно, в окружности актуальны всегда центр, радиусы. Радиусы, проведенные в точке касания, только что я говорил, перпендикулярны касательным. Радиусы равны друг другу. Это все как вспомогательный материал. Но теперь мы получили четырехугольник ОАЦБ. Дуга АВ 64 градуса. Угол АОВ центральный. Значит, он будет равен 64 градуса. Угол А90, угол В90. Сумма углов четырехугольников всегда 360. Напоминаю, через эту формулу, 180 умножить на 4 минус 2. 180 умножить на 2 будет 360. Поэтому четвертый угол находится элементарно просто. Если речь идет об этих углах, соединим давайте. Хорду АВ проведем. Отрезки касательных, проведенных из точки С, как окружности, равны друг другу. Это тоже следующее свойство, которое мы вспомнили. Ну а раз мы это вспомнили, значит, перед нами равнобедренный треугольник. Треугольник с углом при вершине известным. Мы его ранее нашли. Значит, также легко ищутся и углы при основании, потому что они равны друг другу. И сумма углов треугольника 180 градусов. Перейдем к седьмой задаче. Дана окружность хорда АВ, которую надо найти. И угол С величиной 30 градусов, опирающийся на эту хорду. Радиус 12,5 сантиметров. То есть где-то радиус можно провести, как напоминание об условии задачи. Как же найти длину хорда АВ? За что здесь, собственно говоря, зацепиться? От чего стартовать? Вот это задача из неберущихся. Поэтому здесь уверенно нужно помнить обобщение теоремы синусов. Как только мы ее применим, задача решается сразу в однодействии. Итак, сторона АВ относится к синусу противорежащего угла, к синусу 30 градусов, как диаметр описанной окружности или два радиуса. Радиус известен. Синус 30 градусов обязаны знать. Одна вторая. И отсюда легко находится хорда. В данном случае это хорда АВ. Вот такие простые задачи в одно действие. Но незнание формул обычно позволяет эти задачи оценивать в ноль баллов компьютеру. Человек даже вмешаться не может. Поэтому мы не видим, как решаете вы задачи в первой части. Будет обрезать на теоретический материал. Восьмая задачка из первичного блока задачи. Окружность дана. Картинка уже знакомая вам. Есть углы. Я их отметил. Угол АВС 122 градуса. Угол АВД 36 градусов. Найти угол САВД. Сначала надо увидеть этот угол САВД. Для этого проведем хорду АС. И вот он перед нами. Угол САВД. Этот угол называется вписанным в окружность. Он опирается на дугу ДЦ. Давайте посмотрим внимательно, какие еще углы опираются на эту же дугу. На эту же дугу опирается еще один вписанный угол ДБЦ. А так как это вписанные углы в одной окружности, значит, они равны друг другу. Я их одинаково отметил. Если мы найдем угол ДБЦ, значит, мы нашли наш исходный угол. Величину нашего угла. На угол ДБЦ мы видим это разность двух углов. Угла АВЦ, вот он, одной дужкой отмечен. Минус угол АВЦ. То есть разность этих величин дает сразу угол ДБЦ. А он равен углу ДАЦ. И задача решена. Эти задачи объединяют одно слово. Напишу его. медиана. Это задача, которая вызывает наибольший интерес и наиболее трудное для учеников. Первое свойство, которое обязательно всегда всем напоминаю. Перед нами прямоугольник. В прямоугольнике диагонали равны друг другу, точки пересечения делятся пополам. Это все знают. Теперь давайте научимся это применять. Вытираю половину прямоугольника. И мы видим то свойство, которое забывают ученики. В прямоугольном треугольнике медиана, проведенная гипотенозой, как мы видим, по длине равна половине гипотенозы. По сути, и доказывать-то нечего. Но главное помнить. Главное выйти на этот момент, когда вы услышали слово медиана. Первая задача. Дан прямоугольный треугольник отмечено. Угол между медианой и высотой, проведенными из прямого угла 10 градусов. Обычно длину медиана обозначают буквой Н, длину высоты буквой Н. Также в таких задачах еще используются бисектрисы. То есть, например, медиана и бисектриса, или высота и бисектриса. Но бисектриса обозначается буквой Л. Вот он угол 10 градусов. Надо найти или угол В, или угол А. Если мы вспомним это свойство, мы задачу сразу решаем. Итак, медиана, проведенная гипотенузе, равна ее половине. Что нам это дает? Нам это дает то, что треугольник СМБ равнобедренный. А в равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Ну, что мы знаем в этом треугольнике? Смотрите внимательно. Угол 10. Здесь угол 90. Значит, вот этот угол 80. В равнобедренном треугольничке угол при основании 80, при вершине 80. А углы при основании равны друг другу. Чистая теория. Поэтому сумма углов при основании 180 минус 80 будет 100. 100 делим пополам. 50. Итак, угол В 50. Ну, если найти надо угола, то сумма острых углов прямоугольного треугольника 90, значит, здесь 40. Итак, коснулись этого вопроса, и задача решилась молниеносно. Теперь вторая задача. Более интересная, но она опирается на этот же самый факт. Медиана любит, когда ее удваивают. Это теперь как бы обратная задача. То есть, если мы медиану удвоим, то мы получаем или прямоугольник, или параллелограмм, в зависимости от того, какие углы. Смотрим на наши условия. Дан треугольник. Б, С, сторона 14. Вот эта сторона 14. Проведена медиана БМ, делящая сторону пополам. Угол А плюс угол С. Вот угол А, вот угол С. Они неизвестны какие. Сумма этих углов равна углу АБМ. АБМ. Вот отметили этот угол. Надо найти длину БМ. То есть, в условии есть какая-то связь с углами. Углы не в одном треугольнике. Это довольно сложный вопрос. Итак, мы хотим найти БМ. Длину этой медианы. Раз слово медиана прозвучало, скорее всего, ее надо удвоить. Получим какую-то точку Д. Соединим, допустим, АД. Два треугольничка равные по двум сторонам и углу между ними. То есть, это как бы часть всего параллограмма. Весь параллограмм можно изображать. Теперь давайте внимательно смотреть. Раз у нас АД параллельно БЦ, то накрест лежащие углы равны. Еще раз повторяю. Параллельные прямые и секущие АЦ. Значит, накрест лежащие углы равны. Смотрим на условия. Угол А плюс угол С. Угол А вот, угол С вот. То есть, величина угла С перешла вот сюда. И теперь угол А плюс угол С по условию равно углу А, Б, Н. То есть, треугольник А, Б, Д становится равнобедренным. Раз он равнобедренный, то его боковые стороны равны друг другу. Значит, сторона АД равна стороне БД. Ну, по условию БЦ 14, вот наша сторона БЦ. Она в силу равенства треугольника равна стороне АД. Значит, АД тоже 14. Ну, а БМ – это всего лишь половина БД. То есть, 7. Прекрасная задача. Хорошо, теоретически, позволяет разобраться с медианой, с прелограммом и с возникновением этого свойства. Ну, и третья задача тоже не из простых. Дан треугольник АБЦ. Отношение БМ к АБ. БМ – это медиана, проведенная к стороне АЦ. Значит, отношение длины медианы к стороне АБ – 1 к 4. То есть, я позволю себе даже отметить, допустим, длина БМ пусть будет единица, тогда АБ – 4. Это по условию. Так как нет никаких других длин, пусть это будет прямо 1 сантиметр, 4 сантиметра. Угол АБМ – 60 градусов. Вот я его отметил. Найти угол АБЦ. А, Б, С. Часть угла АБЦ известна. Это 60 градусов. Осталось найти вторую часть – СБМ. Как поступить? Ну, опять же, у нас в условии есть медиана. Медиана любит, когда ее удвоивают. Удвоим медиану. Соединим полученную точку D с точкой А. Опять же, получили два равных треугольника СБМ и МДА. А они равны, значит, у них и стороны соответствующие равны, и углы соответствующие равны. Посмотрим внимательно за картинкой. У нас есть длина медиана БМ, значит, длина отрезка МД – 2. Тоже единица, и весь отрезок ПД равен 2. Создам маленькую модель полученной ситуации. Итак, есть сторона, допустим, 4, угол 60 и отрезочек 2. Напоминаю, АБ – 4, БД – 2, угол между ними – 60. Тот отрезочек, который имеет длину 4, можно взять его серединочку, соединить с этой точкой. Так как отрезок тут 2 и здесь 2, то мы видим треугольник равносторонний. Значит, это тоже 2. Затем, соединив этот отрезочек, мы анализируем полученную ситуацию. Смотрим внимательно. Здесь 60, здесь 60. Вот этот угол внешний к этому треугольничку. Свойства. Внешний угол равен сумме двух несмежных с ним. Так как треугольник равноведренный, то вот эти углы равны друг другу. Их сумма вводит 60, значит, каждый по 30. Получаем 60 плюс 30 – 90. Значит, оказывается, что вот этот треугольник у нас прямоугольный. Где мы у нас смотрим? Это треугольник БАД. То есть здесь 90 градусов. Значит, и в этом треугольнике также 90 градусов. Угол ЦБМ. И полностью угол ЦБА равен 90 плюс 60. То есть 150 градусов. Вот первый блок задач, мы видим, уже заставляет глубоко знать теорию планиметрии. Итак, про медиану мы вспомнили. Ну и в завершении урока два слова о площадях. Первичное понятие. Если дан париллограмм, то его площадь можно посчитать по классической формуле произведения длинной стороны на высоту, проведенную к ней. Именно к ней. Теперь вопрос. Площадь треугольника половина произведения стороны на высоту. Почему? Ну потому что, опять же, если в париллограмме провести диагональ, то эта диагональ делит париллограмм на два равных треугольника. И площадь одного треугольника равна ровно половине площади париллограмма. Поэтому вот эта формула имеет место быть. Легко доказывается, обосновывается. Что такое высота? Посмотрим на две параллельные прямые. На одной из них может находиться сторона треугольника, а на другой вершина, причем абсолютно в любом месте. Если прямые параллельны, то расстояние между параллельными прямыми не меняется. Поэтому эта вершина С может быть хоть 100 километров влево, но на параллельной прямой. В итоге площадь треугольника обоцелью от этого не изменится. Посмотрим на вторую картинку. Параллельная прямая, но теперь как бы неудобно по вертикали расположенные. Один отрезочек, то есть сторона треугольника на одной прямой, вершина на другой. Но расстояние между прямыми не меняется. Это и будет высотой треугольника. Поэтому задачи, которые в третьем у нас блоке по клеточкам, часто заставляют задуматься. И вам надо научиться смотреть на треугольник не только с горизонтальной стороны, но и с вертикально расположенной стороной и высотой, проведенной к ней. Следующая работа с площадями. Мы видим два треугольника, но у них общая высота. Оказывается, что отношение площадей этих треугольников равно отношению сторон, к которым проведена эта высота. То есть АВ к ВС. И последняя картиночка, это когда общие основания или равные основания, но разные высоты. Также легко заметить, что отношение площадей этих треугольников равно отношению высот, проведенных к этой стороне. Здесь в выкладках, как обычно, это легко доказывается. Произведение стороны на высоту, на одну вторую, или стороны, которая та же, на высоту свою, которая ко второму треугольнику относится. После сокращения получаем отношение высот. Вот такие нехитрости надо знать для того, чтобы спокойно решать задачи номер 3 и номер 6. Конечно, многое мы не успели. Все еще предстоит, все впереди. Успехов, удачи, готовьтесь. Субтитры подогнал «Симон»!